Как анализировать подсознание пациента? Ответ на этот вопрос в Екатеринбурге искали десятки психоаналитиков со всей России, а также гости из Франции. Медики изучили работу своих коллег и провели несколько сеансов терапии друг к другу. Выяснилось, что европейские и российские методы сильно отличаются. Если на Западе пациенты лечатся годами, то россияне готовы избавить людей от проблем всего за пару месяцев. Разница методик в репортаже Анны Митновицкой. На какие-то моменты я даже чувствовал, какие-то материнские переживания. Какие случаи будут? Своим опытом психоаналитики делятся в узком кругу коллег. Людям, которые изучают чужие мысли, просто необходимо выговориться. Только так можно оставаться в тонусе. Около ста специалистов приехали в Екатеринбург не случайно. Местный филиал последователей Фрейда является вторым по численности в стране. На зимней школе эксперты делают вывод. В методике психоанализа в последние годы ничего не изменилось, но сами пациенты стали другими. Как будто взрослый человек, как будто отлично работает. Но, как сказать, есть расцепление в работе. Хороший человек, а в личной жизни это просто ужас. В смысле инфантинности, непонятия. Появившись сто лет назад, психоанализ всегда был неразрывно связан с именем Фрейда, который искал в бессознательном причины многих поступков и переживаний. На Западе до сих пор применяется классический вариант этого метода. На анализ пациент ходит три сеанса в неделю, и терапия длится минимум пять лет. Несмотря на дороговизну в 200 евро за прием, для многих это занятие входит в привычку и превращается в некий наркотик. И это при том, что бесседа представляет собой лишь копание в воспоминаниях и переживаниях. Психоаналитик ничего не советует. Он лишь помогает клиенту понять причины его проблем. Наша цель помочь людям быть более свободными, чтобы они чувствовали, что им меньше мешают их внутренние конфликты. Они обязательно сказываются на отношениях с родственниками, близкими, с коллегами. Помогая людям лучше понять, что происходит внутри, мы освобождаем их от того, чтобы все повторялось. Спустя сто лет психоаналитики по-прежнему пытаются разобраться в мыслях, снах, фантазиях и, как в анекдоте, оговорочках по Фрейду. Но если европейцы их ратуют за чистоту метода, то российские психоаналитики предлагают идти в ногу со временем и достигать эффекта по-быстрому. Поскольку тема жизни ускоряется постоянно, особенно это заметно последние 20 лет, в мире растет спрос на краткосрочную форму терапии. Методами терапии эксперты обменивались в столице Урала три дня. Выяснилось, что в каждой стране технология зависит от ментальности. Например, если на Западе упор делают на классическую беседу, то у нас при проникновении в глубины психики нередко используют и прикладные методы. Отдельный вид анализа используют для детей, которым сложно выразить чувства. Наблюдая за поведением во время игры в песочнице, психоаналитик делает выводы о проблемах. И что самое главное, это тот образ, который происходит, потому что этот образ, он вытекает не из сознания, а он выходит из глубины психики, то есть само бессознательное диктует его. Отличаются отечественные школы не только методами, но и самой сутью. Если в Европе врачи делают основной упор на мысли пациента, то для российских специалистов больше важны чувства. Такова национальная особенность. Россия никогда не была богатой страной. Не было такого в истории России. Но она никогда не нищала духовно. Вот российская психотерапия более духовно ориентирована. Однако, несмотря на свою эмоциональность и ранимость, наши земляки имеют крепкие нервы. Эксперты даже называют причины этого явления. Характер закалил опыт исторических катаклизмов. Анна Митновицкая, Анжела Бреки, Дмитрий Дуплинский. Новости, Екатеринбург.